Менталист не медиум, не чародей, не экстрасенс. Прошу вас задумать число. Задумали, да? Но у вас есть в голове. Подумайте о числе. Это число от 1 до 100, правильно? Да. Прошу задумать число. Менталист — это человек, который использует свои навыки в области НЛП, психологии, может быть, где-то гипноза. Теперь просто мысленно повторяйте его, хорошо? Теперь мысленно, просто в голове, не говоря вслух, просто называйте это число. Не вслух, ни в коем случае не вслух, просто мысленно повторяйте его про себя. Знания вербальной, невербальной коммуникации для того, чтобы читать людей, считывать с них информацию. Мысленно называйте, 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 называйте. 100, 100, 100. Это 100? 38, 38, 38. Это 38? Да, вы по губам почитали. 38, 23, 23. Это 23? Менталист знает, когда вы лжете, когда говорите правду. Самое главное, он читает ваши мысли. Откройте глаза, только честно. Скажите, мы с вами о чем-то договаривались. Я просил заранее назвать мне имя вашей первой любви. Он сегодня здесь находится? Нет. Я вас просил на ушко, мне прочитать имя первой любви. Я вам говорил, что там 100 тысяч евро, если вы нет, будете говорить всегда. Нет. Нет, ну хотелось бы, да? А теперь держите, впервые назовите имя вашей первой любви, имя, о котором вы сейчас подумали. Вячеслав. Вячеслав? Оооо. Спасибо большое за внимание. Очень хорошо. Класс. Я металлист. Настя, очень приятно. Я постараюсь сейчас прочитать ваши мысли. Не против? Нет. Очень быстренько, ничего страшного будет, все будет безопасно. Попрошу сейчас подумать о каком-то рисунке, да? У вас есть он в голове, есть рисунок. Сейчас попрошу вас нарисовать его сюда, мне не показывать. И я тоже буду рисовать свой рисунок. Но делать будем по-особенному. Возьмите уже, пожалуйста, планшет. И можно спиной ко мне повернуться. Я тоже вот так спин, как спинки. Можно даже плечиками. Очень внимательно. Если почувствуете, что одно плечо оторвалось, значит, я подглядываю. Лисед или с этой стороны. Так что пусть плечи будут вот так. Готовы? И теперь... Нет? А, нету маркера. Видите, какой хитрый. Держите. Вот. И готовы, да? Поехали. Теперь можно начать рисовать. Никому не показывайте. Можно пока не показывать на камеру. Так. Рисунок. Первое, что приходит в голову, то, что у вас есть. Так. По-моему, я рисую так себе. Хотя ходил два месяца в художку. Ну, что-то вроде. И когда закончите, прижмите к груди, чтобы никто не видел. Сделали, да? Можно маркер вернуть, положить сюда-сюда-сюда или на стол. Теперь поворачиваемся. Постараемся, чтобы никто не заметил, поменяться. Вы не смотрите на мой, я не смотрю на ваш. И вот так прижимаем. Я пока посмотрю, вы пока не смотрите. Готовы? Да. Шучу, шучу. В принципе, должно быть. Понятно. Это облако. Верно, да? Да. Вы задумали любой рисунок, который хотели. Я вам никак его не навязывал. Посмотрите, что я нарисовала. Скажите, пожалуйста, почувствовали прикосновение? Давайте микрофон, чтобы было. Если почувствовали прикосновение, покажите, куда вы почувствовали прикосновение. Я подождите, сконцентрируюсь. Ничего не говорите. Покажите. Вот сейчас сложный момент. Возможно, не получится. Сколько вы почувствовали прикосновений на пальцах? Покажите, не открывая глаза. Хорошо, очень хорошо. Вытягиваем руку в сторону. Не открываем глаза. Вытягиваем руку. Покажите рукой, где было касание, где почувствовали прикосновение. Не открываем глаза. Убираем руку. Держим вот так в стороне. Очень сложно было. Возможно, не получится. Покажите на пальцах, сколько раз почувствовали прикосновение? Опускаем руки. Открываем глаза. Скажите, да или нет, вы чувствовали прикосновение к носу? Да. Я прикасался к ее носу. Сейчас вообще... Нет. Вы чувствовали прикосновение к руке? Да. Я прикасался к ее руке? Нет. Все, что вы чувствовали, чувствовал он. Я прикасался к его носу. Я прикасался к его руке. Этому свидетелью целый зал. Это снимали на камеру. Поэтому, если вы что-то сегодня почувствуете ночью, в революции это не я. Друзья, ваши аплодисменты. У них намного лучше связь, чем они даже предполагали.